Опять же, о дичалах с вооружением у меня большие вопросы, очень большие вопросы. Когда у чуваков здоровенное копье, здоровенная дворочная секира, они как с ним через стену-то, черт возьми, лезут? За спидоник на петельке болтается, это же мешает адски. Плюс тяжелое. Ну, ладно, тяжелое в конце концов не так важно. Важно то, что оно вот такое и будет за все цепляться, пока ты лезешь. Предположим, что они несли с собой только наконечники. А когда уже перелезли, там жерди выстрогали хорошие, нацепили... Высушить их успели. У них, видимо, где-то есть специальные запасы сушеного дерева, которые заранее закладывали, чтобы можно было свои железяки на них нацепить. Вот это я понимаю огонь. Плетень разобрали. Нет, так древко не работает. Древко должно быть специально высушено, иначе оно очень быстро, может быть, даже сразу сломается. Вот, оно и сейчас есть. Из мелколиственного вяза, из ветки, не из доски испиленной, а из разогнутой ветки древка на алебарду. Эвда Жакова железом не стал. Совсем никак. Вообще. Уж по нему на наших выборгах там, во всем остальном лупили по этому древку. И я им лупил. Ну, сколько? 10 лет. А даже трещинок ни хрена нет. Какая надежная вещь. Ну, вообще-то, производство древок для древкового оружия – это колоссальная, очень сложная индустрия. Тогда была. Потому, что из доски его делать чаще всего нельзя. Потому, что из доски у тебя там неправильно пойдут какие-нибудь волокна, и вот по этим-то неправильным пошедшим волокнам оно и поломается в обязательном порядке. А нагрузки там серьезные. А у тебя прямо во время боя поломается оружие, что ты будешь делать? Это же неприятно. Поэтому особенно оружие, которое рассчитано на ударную нагрузку, т.е. не копье, а именно там топор или барда, что-нибудь такое, чем лупить положено ко всему прочему. И вот там нужно было взять специальную ветку от правильного дерева типа ясеня или того самого вяза или бука, ее под паром выпрямить, потом высушить, чтобы она по всем своим волокнам высохла правильно, чтобы пряменькая была. И вот только в таком виде оно идет, собственно, на употребление. Где ты такое возьмешь в лесу? Ведь правильно высушить эту штуку, но это месяц надо. Поэтому их там закладывали сразу 100-500 тысяч штук в сушилке. И вот только в таком виде оно работает. Просто так вырезать какую-то деревяшку и посадить на нее железку нельзя вообще. Потому, что она же острая. И противодействовать будет тоже острому оружию. Если она неправильно, ее сразу сломают, перерубят, испортят. Фу. Более того, ты сам ударишь сильно. Вот дяденька-то разбежался с бородой на Боба Джуниора. Прямо так это от жопы. А если бы ты в него попал? А у тебя бы твоя эта хрень сломалась. Это как это понимать? Ну, ладно. Ты одного победил. А потом ты что будешь делать? У тебя же оружие? Нет. Все. Топор-то, кстати, тоже. Я тут ездил на съемки. Рекламировали некую компьютерную игру. И там были декоративные топоры. Ну, естественно. Вот с такими лезвиями. Некий викинг. Ими потрясал и все такое. Ручки красивые. Кожи обмотанные. Но взяв в руки... Там даже несмотря на незаточенность... Даже непонятно, что с ним делать-то. Им не размахнуться нормально, не стукнуть. Только если кого-то привязать к пню. Бить по башке тогда, да. А так в какой-то живой ситуации им же вообще ничего сделать нельзя. Очень неудобно. Я сразу вспомнил про топоры у викингов, которые... Там какая-то вот такая железочка. И этого достаточно, в общем-то. Потому, что и размахнуться можно хорошо. И отдернуть бодро. А таким нет. Ну, так и тут. Такой же. Смотришь на настоящие топоры... Чтоб далеко не ходить... У нас в Петропавловке лежит бродокс викингский века... Ну, там, наверное, начало 11-го. Сереги до 11-го. Где-то так. Его в руки брать страшно. Он же маленький, тонкий. А при этом называется бродокс. То есть, широкий топорно. Да. Ну, так он где-то с моей ладонью лезвийная часть. И это вот так вот. И это вообще-то довольно много. А он там весь 2-3-4 миллиметра в толщину в разных местах. Ну, там единственное, что у него лезвие наварено кузнечным способом. И вот там лезвие. Оно прям таким клином там адовым совершенно. Вот та часть, которая работает. Такого размера топор просто не нужен. Вот прям вот такого. Он тяжелый, долго это все делать. Наоборот, оружие должно быть маленькое и легкое. Поэтому оно получит большую кинетическую энергию и все испортит во что попадет. И проникнет хорошо. Да. Этого достаточно. Ну, представляется-то все время какой-нибудь мясницкий топор, которым на рынке туши расчленяют. Вот такое лезвие было. У Олега такое было. Мы с ним фотографировались регулярно. Да. Выглядит впечатляюще. Работать по людям невозможно. Только по мертвым свиньям. Да. Да.